Приветствую зрителей на канале InvertService. Сегодняшнее видео будет посвящено выбору бюджетного сварочного полуавтомата. Меня очень часто спрашивают, а какой недорогой полуавтомат купить? Напомню, что наш сервисный центр специализируется на гарантийном ремонте множества сварочного оборудования, включая такие известные марки как Сварок, Фоксволд, Гроверс, Солярисы и многие другие. Исходя из своего опыта гарантийного ремонта, я попытаюсь сегодня рассказать про те сварочные аппараты, которые достойны вашего внимания. Ни для кого не секрет, что у каждого производителя есть как откровенно удачные модели, которые сочетают в себе неплохие сварочные характеристики и относительно высокую надежность, так и полный шлак, который просто пачками несут в сервис по гарантии. И сегодня я составлю небольшой список именно тех моделей, которые я бы рекомендовал к покупке, при этом мне после этого совершенно не будет стыдно. То есть это абсолютно достойные модели. И начнем мы наш рейтинг с, наверное, одного из самых бюджетных полуавтоматов, который сейчас можно купить. Иногда его мои подписчики покупали где-то на Озоне или на Авито, его порядка 16 тысяч. Сейчас я посмотрел, он стоит чуточку дороже, можно приобрести где-то за 18-19. Это сварочный полуавтомат Vartec 200 Duo. Это, наверное, та ступенька, ниже которой опускаться точно не стоит. Вот купив этот полуавтомат, вы будете уверенно работать и, в принципе, наверное, не знать горе. Полуавтомат сочетает в себе честные заявленные характеристики. То есть это 200 А в режиме полуавтомата и 160 А в режиме ручной-договой сварки. Аппарат, на мой взгляд, очень неплохо варит. Наверное, в своей цене какую-то альтернативу в плане сварки найти будет очень проблематично. Аппарат не часто поступает в сервис. Да, у него есть какие-то определенные свои болезни, которые, в принципе, есть у большинства аппаратов, но каких-то прям вот массовых отказов в сервисе я не припомню. Бывают случаи, когда у него отказывает подача проволоки, там стоит стабилизатор напряжения LM350 и бывают случаи, когда он выходит из строя. В принципе, при наличии прямых рук и паяльника поменять этот стабилизатор вообще не проблема. Из минусов этого аппарата. Это относительно слабенький узел подачи проволоки. Многие меня, кстати, спрашивали, а можно ли поменять этот узел на более какой-то помощнее. К сожалению, простыми способами это сделать не получится. По той причине, что подача проволоки запитывается от вышеперечисленного стабилизатора LM350. То есть, это линейный стабилизатор напряжения и все тепло, которое он регулирует, по сути, выделяется на нем. Поэтому, установив какой-то более мощный узел подачи проволоки, вы просто более сильно нагрузите этот стабилизатор напряжения, тем самым обеспечив неподходящие условия для его работы. Он и так стоит на небольшом радиаторе. Установив более громоздкую подачу проволоки, вы и так более сильно его нагрузите. Следующий минус этого аппарата, это его маленькие радиаторы. Аппарат предназначен для сварки какого-то тонкого металла. Он подойдет идеально для кузовщины. Утворить какую-то кузовщину 0,8-0,6 этим аппаратом просто идеально. Для каких-то более толстых работ я бы этот аппарат не рекомендовал. Причина тому маленькие радиаторы. Радиатор с выходными диодами имеет совсем крошечный размер, их там стоит две штуки. И если вы будете продолжительный период времени работать на высоких токах, вы просто будете постоянно перегревать аппарат. У этого аппарата есть альтернатива в виде Aurora динамики 2000. По сути это два аппарата, которые более-менее похожи друг на друга. Внутри они практически идентичны. Имеется ряд отличий, но тем не менее аппараты практически близнецы. В Aurora немножко усовершенствовали конструкцию и поставили более мощные силовые транзисторы на 60 ампер, когда у Vortegi стоят на 40 ампер. И установили второй вентилятор. То есть по продолжительности включения на сварке более толстого металла, Aurora в этом плане будет более выигрышна. Также у Aurora стоит внешний выносной дроссель. В Vortegi 200 Do дроссель распаян на самой силовой плате. И у Aurora есть такой момент, что на Vortegi 200 Do скорость подачи проволоки регулируется просто наугад. То есть по шкале. В Aurora в более последних версиях они уже доработали этот момент. И теперь, поворачивая крутилку скорости подачи проволоки, вы хотя бы видите, что отображается по дисплею. В этом плане Aurora, конечно, более выигрывает. Ну и стоит она порядка, ну, наверное, на тысяч пять-шесть дороже. Так что стоит ли за это переплачивать, решать уже вам. То есть если есть деньги, берите Aurora. Если денег нет, Vortegi 200 Do это вот начальный такой уровень, который можно смело брать. И особенно, если вам нужно варить тонкий металл, до трех миллиметров аппарат будет справляться просто огонь. Следующие представители, это представители с завода Hougong. Это аппараты под марками, выпускаемые в частности Solaris, Multimig 224, Multimig 227, Multimig 245. В целом, аппараты похожи друг на друга, но имеют ряд небольших отличий. В частности, Multimig 224 установлено четыре RGB-транзистора и три конденсатора входного фильтра, тогда как в Multimig 227 и 245 стоит шесть RGB-транзисторов, аппарат работает по полумостовой схемотехнике и четыре конденсатором по входу. Каких-то прям значимых больше отличий между ними практически нет. Ну, наверное, еще тот момент, что в 245-м Solaris есть регулировка индуктивности и дроссель, а в 224-м и 227-м регулировки индуктивности нет, но зато добавлена функция сварки точками. При этом отсутствует выходной дроссель, там какое-то стоит ферритовое кольцо и на нем буквально там сделано пару витков, но это не дроссель, это просто какой-то фильтр, не более того. В целом, аппараты достойные, попадают в сервис относительно редко, каких-то прям массовых отказов, болячек у них не замечено. Бывают какие-то мелкие сопли, там знаете, то реле не включится и зависнет там контакты, у него там что-то не так, то какие-то вот не пропадет в шлейфе, в разъеме шлейфа, но какие-то такие мелкие нюансы, в целом каких-то прям массовых отказов по ним нету. То есть смело можно брать, будет нормально варить, работать, никаких проблем с ними нету. И также хочется отметить, что выпускает их завод Хугонг, как я уже говорил, это один из, наверное, крупнейших заводов по сварочному оборудованию и все сделано на уровне. Все выводы транзисторов, вся высоковольтная часть, включая блоки питания, залиты силиконовым каким-то компаундом, таким, который, в принципе, при ремонте легко отдирается и предотвращает попадание пыли в высоковольтную часть. То есть аппараты вполне неплохо себя зарекомендовали. Также прошу заметить такой момент, что Аврора Динамика, что Динамика 2000, что Вартек 200 Дуо, что Солярис и Мультимиги, они все идут микроконтроллерные. То есть в случае гибели микроконтроллера, там, допустим, если поддержка аппарата прекратится и у производителя не будет плат, ну, к сожалению, наверное, придется либо искать донора, где можно будет снять этот контроллер, ну, либо просто выкинуть этот аппарат. Следующий момент, это также представитель будет с завода Хугонг, это Foxworld Invermig 185 205. Если есть выбор подешевле взять 185 модель, можно смело брать 185, потому что все компоненты, вообще все в ней будет точно то же самое, что и в 205, за исключением того, что 205 просто чуть-чуть настроено по току побольше. Вся внутри компоновка, она будет идентична. И аппарат также выпускается на заводе Хугонг и практически представляет копию Соляриса 245. Имеет все плюсы Соляриса и все минусы Соляриса, то есть это практически идентичный аппарат, просто в оранжевом цвете, в Солярис будет 245 и в синем цвете. Все остальное в них, в принципе, идентично. Идентичен также сварочный ток. Допустим, в 205-м Foxworld производитель честно указал характеристики, в 245-м Солярис и производитель завысил характеристики. По факту у них все абсолютно одинаково, просто Foxworld более честно указал. Какие минусы у аппаратов с заводов Хугонг, в частности вот Солярисы 245, 227, 224 и Foxworld 205 и 185. Относительно слабенький узел подачи проволоки. Моторчик совершенно небольшой, открытого типа, очень часто набивается пыль и его просто клинит. Не рекомендовал бы использовать горелку больше чем 3 метра, так как мотор достаточно слабенький. В целом его можно заменить без каких-то либо проблем. Главное его туда запихать. Ну, если у кого-то есть руки, я думаю, что это все можно с легкостью сделать. Плог подачи проволоки запитывается от выходного, от силового трансформатора, поэтому нагрузить туда можно вплоть до 4-х роликового подающего механизма без каких-либо проблем. Следующий минус, который мне не очень нравится в 205 инвермигах и в том числе и в Солярисах всех вышеперечисленных, это сварка тонкого металла. Да, кто-то варит ими, кто-то даже у кого-то получается нормальный, кто-то хвалит их на тонком металле, но лично мне на тонком металле эти аппараты, ну, как-то не зашли. На мой взгляд, та же Аврора Динамика 2000 и Вартек 200 Дуо варит тонко заметно лучше. Но вот конёк 205 инвермигах и вышеперечисленных Солярисов, это сварка толстого металла. Под толстая, ну, допустим, даже вот полутора миллиметров и выше там 3-4 и даже чуть выше. Вставите проволоку в единицу и шпарите. ПВ у них замечательный, радиаторы большие, перегрева практически не будет, вентилятор стоит мощный, поэтому работают практически целыми сутками на проволоке единицы, не перегреваясь. У меня у многих знакомых на предприятиях, которые занимаются с изготовлением металлоконструкций, работают 205 инвермиги, причем работают достаточно успешно, ну, при условии того, что их относительно часто будут чистить. Как и любые аппараты, аппараты в заводах Угонг не очень любят попадание каких-то инородных предметов, несмотря на то, что там и залито всё вроде герметиком, но если пыли в воздухе много, там где-то рядом зачищают болгарки, это всё равно не спасает. Пыль набивается куда угодно и замыкает где угодно. В целом больше каких-то особых болячек по солярисам и инвермигам отмечено не было. Следующий аппарат, который на мой взгляд достоин внимания, это Swarok Horeal MIG200. Прошу обратить внимание, что нужно выбирать версию именно N20240-02 и прошу не путать её с версией, сейчас новая вышла, N2-H3. Вот N2-H3 вы просто можете обходить смело стороной, там стоит пластиковый подающий механизм, там стоит какой-то непонятный разъём для подключения горелки, короче, обходить его стороной даже не обращали на него внимание. А вот Real MIG, который N2402, он достоин внимания. Первое, что хочется заметить в нём, это аппарат абсолютно аналоговый, то есть в нём нет ни микроконтроллеров, в нём нет никаких дисплеев, ничего. То есть, в принципе, при желании можно будет аппарат, ну, если у нас вообще все производители электроники не уйдут, конечно, с России, но этот аппарат можно будет починить на коленке, по сути, с любого радиомагазина. То есть, даже если там не будет у вас каких-то прям идентичных запчастей, просто ставить какие-то аналоги, там всё это некритично, вся комплектуха, она очень популярная, то есть в любом радиомагазине подбирается всё это без проблем, какие-то аналоги можно подобрать, где-то что-то как-то перебиться. То есть, даже через 10 лет этот аппарат отремонтировать вообще не представляет никакой возможности, именно по той причине, что он аналоговый. Что хочется отметить, аппарат сочетает себе неплохо, так зарекомендовал, именно в сварке тонкого, то есть он, в отличие от аппаратов в заводах Угонг, тех же Солярисов и 205-х Инвермигов, он очень хорошо варит тонкий металл. И также неплохо справляется и с толстым металлом, то есть аппарат достаточно получился универсальный. У него относительно, ну, среднего, так скажем, размера установлены радиаторы, поэтому, как бы, и толстая, он тоже позволяет нормально варить. И при этом неплохо справляется, как я уже говорил, на тонком. В отличие, вот, допустим, того же 205-го Инвермига и Авроры динамики 2000, в нём стоит выдающий механизм, мотор которого чуть-чуть побольше. То есть, в принципе, он более уверенно будет проталкивать проволоку. Все высоковольтные узлы также покрываются последнее время герметиком и, в принципе, не подвержены какому-то сильному попаданию и выходу из строя в дальнейшем пыли, влаги и прочих предметов. В общем, у Сварога вот данная модель получилась относительно удачная, которая сочетает себе и сварку толстого, и сварку тонкого, и всё это, ну, на мой взгляд, очень неплохо у них получилось сбалансировать. Из каких-то минусов, ну, то, что он аналоговый, это с одной стороны плюс, и с другой стороны это и минус. То есть, он полностью аналоговый, всё, на ручках, никаких дисплеев, ничего, выставляете, всё по шкале. И, наверное, каких-то больше минусов придраться-то к нему и будет сложно. Каких-то прям массовых болячек, отказов по гарантии замечено не было. Бывает при попадании пыли, но это, опять же, будет не гарантийный случай, морут в блоке питания, но это надо достаточно сильно, так скажем, усрать аппарат, чтобы он отказал, ну, ускорил там, допустим, блок питания. Бывают какие-то ещё мелкие такие же сопли, как и у Хугонга, но тоже всё некритично, это достаточно редко происходит. Поэтому можно тоже смело брать этот аппарат, если вам нужен универсальная модель под сварку и толстого, и тонкого. Следующая модель, эта модель также будет от Сварога, она уже более по продвинутей, это модель Real Smart Mi 200. Аппарат в плане сварки представляет, ну, что-то близкое к Real Mi 200. То есть, варит он также хорошо и толстая, и тонкая, и радиаторы там достаточно неплохого размера, скажем так, стоят, по крайней мере по сегодняшним, по современным меркам. Но этот аппарат уже идёт с микроконтроллерным управлением. Благодаря этому у нас имеются цифровые дисплеи, у нас имеются регулировки таких функций, как предварительная продувка газа, конечная продувка газа, там вот же проволоки. Ну, в целом аппарат уже более современный по сравнению с Сварогом Real Mi 200. Стоит ли за это переплачивать, выбирать вам? Именно в плане сварки, ну, на мой взгляд, они примерно где-то на уровне. Но в случае выхода из строя микроконтроллера, отремонтировать этот аппарат будет, скажем так, сложнее. Ну, по крайней мере, пока есть запчасти в наличии, может, оно и не так сложно, если их удастся достать. А вот когда запчасти кончатся, допустим, лет через 5-10, тогда будет уже, если контроллер сгорит, реальная проблема. Каких-то массовых отказов по гарантии по ним тоже замечено не было. То есть аппарат можно смело брать. К покупке я его вполне бы рекомендовал. И никаких прям болячек-болячек у него нет. Тоже бывают какие-то сопли. Ну, они у всех, в принципе, бывают. Что еще можно посмотреть? Можно посмотреть какую-то старую гвардию в виде старых мосфетовских трехэтажек в исполнении Авроры Авермантом 180 или 200. При этом рекомендую, опять же, обращать внимание именно на 180-ю модель, если ее удастся взять дешевле, чем на 200-ю. Потому что по начинке они, абсолютно между ними никакой разницы нет. Просто одну настроили, ну, условно, на 200 ампер. Вторую настроили, условно, на 180. Начинка у них абсолютно одинаковая. Аппараты также полностью аналоговые. Никаких дисплеев. Все настройки идут чисто по шкале. Но шкалы, кстати, достаточно неплохо пронумерованы. Поэтому как-то с настройками никаких проблем быть не должно. Аппарат, в принципе, достаточно универсальный. Как бы можно варить и тонкая и толстая. Но бывали очень часто замечены случаи, при том моменте, когда вы используете проволоку, ставите единицу и начинаете шпарить на максимальных токах. Бывают случаи, когда отпаивается токовый шунт. Допустим, в Invermigy 185-205 стоит два токовых шунта в параллели. И там такой проблемы нет. То есть, чтобы нагреть два шунта, нужно, соответственно, затратить два раза больше энергии. В Aurora токовый шум стоит один. Причем стоит он так снизу. И в случае расплавления припоя он просто вываливается, а припой стекает вниз. Поэтому долго варить проволоку единицей я бы не рекомендовал этим аппаратам. Бывают самопроизвольные какие-то случаи пробоя. Масфет-транзисторов, которые непонятно, если честно, на мой взгляд, с чем связаны. То есть, то ли не успевает бывает тепло от них отвезти, потому что транзисторы стоят через изолирующие подкладки. То ли еще что-то. Ну, бывают случаи, когда просто вот с того или с сего выбивает Масфет-транзисторы. Каких-то больше особых болячек по ним, да в принципе, наверное, нет. Есть, кстати, у Aurora еще модель более поновей, там в виде Авермана 205-185, у которых есть функция ручной дуговой сварки. Но, на мой взгляд, выбирать их не стоит. Если вам не нужна ручная дуговая сварка, в том плане, что подающий механизм там намного хуже, чем в 200-ом Авермане. То есть, в 200-ом Авермане стоит такой, я бы сказал, наверное, идеальный подающий механизм для недорогого аппарата. С таким, с большим мотором, который беззвучно работает и неплохо протягивает проволоку даже на 5-метровых горелках в 205-ых Аверманах. Такого нет, там стоит подающий механизм открытого типа, и он намного меньше и меньше по току. Теперь давайте подведем итог из всего вышесказанного. Если у вас ограниченный бюджет, и вам нужно варить тонкий металл, какую-то кузовщину или что-то похожее, смело берите VARTEK 200 DUO достойный аппарат за ценник примерно 16-18 тысяч рублей. Если вам предстоит варить что-то более толстое, смело берите FOXEL TENER MIX 185-205. Эти аппараты справляются с этим просто на ура. Ценник в районе, ну сейчас, наверное, где-то порядка 30-ти, ну, наверное, да, в районе где-то 30-ти тысяч можно уложиться. Если вам нужен какой-то универсальный аппарат, можете смело рассматривать что-то из сварогов. Real Smart MIG либо Real Real MIG. Один микроконтроллерный, другой полностью аналоговый, один проще в ремонте, другой тяжелее, один по настройкам более гибкий, другой просто такой топорный аналоговый аппарат. Но, тем не менее, со своими функциями справляется неплохо. Real MIG сейчас можно купить, наверное, где-то в районе 25-ти, 30-ти тысяч. Smart MIG где-то в районе 35-ти, иногда даже до 40-ка доходит. То есть тут дело вкуса, дело бюджета, забирайте сами. Все из вышеперечисленных аппаратов достойны внимания. Единственное, что нужно просто понимать, под какие цели вы собираетесь их приобрести. На этом наше видео подходит к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, можете смело задавать их в комментарии. Я постараюсь на них на всех ответить. На этом у меня все. Всем до скорых встреч. Пока.